Лучшее в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Ведущая Александра Хайрулина. Друзья, всем большой привет. Кто смотрит, слушает первый и единственный в России телеканал с синхронным вещанием в «ФМ-диапазоне». Меня зовут Александра Хайрулина. Программа «Лучшее в стране». Здесь только лучшие из лучших. Вы знаете прекрасно. У нас сегодня в гостях музыкант, артист, актер, писатель. Негатив. Бурные овации. Привет. Привет. Привет, дорогой. Мы очень рады, очень соскучились. Наша встреча была в прошлом году аж. И пусть это была зима, там начало зимы, но тем не менее. Ну и ты молодец. Ты же новости подбрасываешь, подбрасываешь топку, поэтому есть чем приходить, есть чем заглядывать на огонек, что называется. Ну и сегодняшняя встреча, надо сказать сразу же, она не случайна и не спроста. Да. Грядет концерт, очень хороший, интересный, в Санкт-Петербурге, уже родном городе. Можно так сказать, да. Можно так сказать, да, потому что оно уже полтора года, как ты проживаешь в этом городе. 22 февраля. Ну расскажи, пожалуйста, где это будет и что ожидать поклонникам? 22 февраля. Клуб «Виновница». Это бывший гештальт. Это в центре, ну практически, недалеко от центра. Небольшой, уютный, камерный, я бы так сказал, клуб. Будут мои друзья со мной, музыканты. Руслан Гаджимурадов и Саша Гаврилов. Я думаю, что будут всевозможные широко известные и не очень петербургцы в гостях. Ну не на сцене, а в зале. В зале просто в качестве гостей приглашенных? Да, ну вот так сложилось почему-то, что, как правило, мой сольный концерт — это мой сольный концерт, а фестивали — это фестивали. Вот и будет большая программа, состоящая из презентации, соответственно, нового альбома. И, как говорил когда-то несомненный Филипп Медросович, лучшая, любимая и только для вас. Ну почему, говорил когда-то, он так и сейчас говорит. Говорит? Я так думаю, конечно. Нет, у него, мне кажется, была программа концертного тура. А, вот как. Ну то есть старые, добрые и любимые публикой песни будут. Классика. Да, назовем так, скромно очень назовем. Скромно, да. Ну, в общем, другими словами, это презентация альбома «Жамивюл» и старые добрые песни из предыдущих альбомов. И, конечно, какие-то премьеры будут, которые еще никто не слышал. Не знаю, я так не думаю. Вот еще пример пока. Опыт показывает, что, как правило, люди, которые приходят на концерты, они с большей настороженностью воспринимают новые песни, незасвеченные. Мало того, очень многое зависит от возможности площадки, от звука. Поскольку, если материал знакомый, какие-то штуки вокальные, инструментальные, они угадываются, читаются там между слов, между строк. То есть можно понять, какая это песня и подпевать. Если вдруг звук не идеален, что, как правило, в российских клубах почти всех, то люди стоят, приглядываются, прислушиваются, пытаются разобрать слова. И такая традиция презентации треков на концерте, мне кажется, по крайней мере, в моем личном опыте, не сложилась у меня с этим, не переживала. Не сказать, что это успешная задумка, да? Но ведь при этом твои концерты, это всегда не просто трек за треком, песня за песней, это же всегда еще и монологи твои, которые существуют между песнями, некие обращения. И ведь здесь все зависит от твоего актерского мастерства, твоего посыла, текста, который ты скажешь, которым ты заставишь всех внимательно слушать и учить на ходу строчки из новой песни. — Ну, не всегда это работает. — Не всегда? — То есть это твоя публика какая-то такая вот непростая, или это вообще, в принципе, такая проблема у российской публики существует? — Мне кажется, моя, а может быть, это и моя проблема вообще. — Ты думаешь, у публики Филиппа Киркорова тоже такая история может быть? — Не знаю. Я бы так не цеплялся, мне кажется, к публике Филиппа Киркорова, тем более, что публика-то обновляется и омолаживается. — И она может быть одна и та же, и у любых артистов, и у тебя. — В том году были свежие бэнгеры у Филиппа, и цвет настроения. — Конечно. А и биться знамезнательное, это событие музыкальное. — А еще был трек «Послесловие», трек «Звинения». Поэтому здесь даже если без сарказма, публика-то обновляется. Проблема, мне кажется, еще в том, что я выхожу всякий раз, даже если многие люди, и те, кого я вижу в зале, уже были на других концертах, каждый раз этот контакт, условная связь между нами. — Тебе приходится заодно? — Да, и ты никогда не знаешь в начале концерта, будет ли он или нет. То есть он может разрушиться, расстроиться после пятнадцатого трека. То есть ты понимаешь, что люди просели, либо люди расселись, вышли к залу. — А может, ты что-то заморачиваешься просто? — Может быть. — Может быть, ты слишком? — С другой стороны, не заморачивался это, и был бы не я, если бы не заморачивался. Если бы людей этих не было, были бы, может, другие, но этих бы не было. — Ну, новые лица появляются, скажи, но, может быть, например, после выхода фильма «На районе» и твоей блистательной такой же громкой актерской премьерой. — Я не могу сказать, что мы прямо специально мониторили и проводили соцопрос, кто пришел после фильма. — Ну хорошо, количество подписчиков-то, может быть, значительно увеличилось. — Ни в коем разе. — Нет, да? — Нет, даже я… — Даже отписались после этого фильма? — Многие ушли, хлопнув в дверью. А если говорить о статистике и о подписчиках, время от времени я поглядываю и смотрю, что происходит. Так вот, например, почему, мне кажется, не пришли люди? Потому что не оказался фильм блокбастером и бестселлером проката. И, ну, по крайней мере, последний раз, когда я смотрел, сейчас новое модное слово «сёрфилл» на кинопоиске количество зрителей, оно равнялось 300 с чем-то тысяч было зрителей фильма. А саундтрек, допустим, к фильму посмотрело на ютубе более полутора миллиона человек. — Вот видишь? А ведь саундтрек — это ведь твоя исключительная история. Ты автор её, и никакие режиссёры, никто там не принимал участия. — Публика неравновесна. Пока в сторону музыки. — Пока в сторону музыки. Однако актёрская тема тебя очень, скажем так, беспокоит прямо. Она тебя волнует. Она тебе не даёт покоя. И мы знаем, что ты прошёл актёрские курсы. Ты пересмотрел кучу фильмов. — Ты в процессе, ты ещё учишься. — Иду и буду учиться. — Конечно, конечно. И то, что ты с огромным уважением относишься к людям, которые получили профессию данную, отучились не один год, а за это тебе огромное спасибо. Вот что большинство — это какое мнение? Ну что там, играть в кино? Пришёл, встал, выучил текст, а может, я и на ходу блестяще импровизирую, мне не обязательно учить, так понял, там, примерно, кто есть кто, как, кого зовут, и я на ходу сыграю. Вот, но какой-то один из твоих последних постов в соцсети был такой очень грустный на эту тему. Сначала ты хотел написать рецензию по поводу похода твоего в театр, так далее и тому подобное. Ты сказал, что ты почти два года бьёшься над актёрской своей историей. Как-то всё в никуда. — И очень много не получается. — И много не получается. Не получается из-за того, что роли предлагаются не те, и не в таком количестве, как хотелось бы, или ты ещё понимаешь, что тебе ещё учиться и учиться? — Учиться и учиться. По поводу ролей не знаю, тут поди разберись, так как... Те ли предлагают? — Кстати, ты же там хорошую идею сам себе подбросил, свою собственную методику просто разработать актёрскую. — Ну, я разрабатываю. — Ну, это какая-то глобальная такая история, но как знать, может быть, в этом действительно есть смысл? — Очень смешно, но я в самом деле конспектировал, анализировал, разбирал несколько методик, и в итоге делаю такую упрощённую усреднёнку для себя, поскольку у меня это всё такой какой-то большой, неудобоваримый, неповоротливый механизм всё переплавилось, которое в итоге мешает. То есть когда есть какая-то простейшая сценическая задача... — Вот опять, потому что ты слишком заморачиваешься, как с концертами. — Да, простейшая сценическая задача, ну, так, вот ты приходишь, покупаешь хлеб, говоришь, хлеб есть, есть, свежий, свежий. Сколько? 12, да, 12. — Да, пожалуйста. — И вышло, да, ты думаешь, так, а что нам... Может быть, хлеб... Может, в самом деле, что это всему голова, или вот хлеб как зерно. А может, здесь вообще... — Доедал ли он хлеба в детстве, этот персонаж, да. — А может, здесь история про причастие, хлеб и вино, вот... И в итоге я всё это нагружаю, и получается, ну, такая штука непонятная мне, режиссёрам и вообще кому-либо. Поэтому, да, я расчехляю, упрощаю, посмотрим, что из этого получится. — То есть, работы ещё всё-таки много предстоит тебе, как ты чувствуешь? — Много. — Да. — Может, я сам, конечно, себе её выдумываю? — Да, конечно, ты её сам себе выдумываешь, накручиваясь. Но я понимаю, что когда ты говорил, что... Когда ты впервые столкнулся с фильмами, с режиссёрами, тебе говорили, что ты переигрываешь много, но это из-за того, что в клипах, в немых кино в своих, да, замечательных историях, конечно, приходится немножко гипертрофированно показывать какие-то эмоции. Да, но за два года, мне кажется, уже можно было от этого избавиться. — Можно было. Но не в моём случае. Звучит, конечно, как укор. Слушай, ну за два года, конечно, можно было избавиться как-то. — Слушай, ну, конечно, люди успевают. — Я стараюсь, я работаю. — Ну, в общем, ты не ставишь на себе крест, как на блистательном, величайшем актёре, может быть, даже обладатель премий российских, и, возможно, даже Оскара. — Мне кажется, что премия — это настолько случайно и столько происходит совпадений в процессе их получения. И ради этого это точно не та светлая цель, ради которой стоит этим заниматься, как мне кажется. — А ради чего тогда? Ради отзывов, ради, опять-таки, миллионных просмотров в интернете, походы? — Отзывов в соцсетях? — В соцсетях, да, конечно, в личку. — Да нет, ни в коем. Здесь такая, на самом деле, и с книгами, и с песнями. И с игрой очень простая, мне кажется, задача. С одной стороны, с другой стороны, сложная. Вызывать какие-то эмоции у человека, соответственно, эмоции будут будоражить, расталкивать, пробуждать сердце и чувства. И человек будет помнить о том, что у него есть сердце, о том, что он человек. Ну, как-то так, всё просто и сложно. На этот год есть ли у тебя интересные предложения? Может быть, уже какие-то прям конкретные есть названия фильмов, я знаю, работы, роли? Есть, но так долго я держал пальцы крестиком по поводу этого проекта. Но, с другой стороны, я человек не суеверный, я озвучу так и быть. Есть замечательный проект, уже утверждённый, находящийся в разработке. Называется он «Патриот». Это сериал на телеканале ТНТ. Ты немножко рассказывал о нём уже в прошлый раз, когда к нам приходили. Да, и тогда был утверждён пилот, и сейчас вот несколько раз уже переносились съёмки, даты старта съёмок именно самого сериала. Сейчас на карандаше, это весна этого года, я надеюсь, что всё получится, потому что и актёрский состав прекрасный, и великолепный галантный. Но уже без Даниила Козловского не знаю, не знаю, как. Не знаю, не знаю, да. Не знаю, как теперь вы его будете вообще. И Петрова нет. И Петрова нет. Да ты что, даже Петрова нет? Да, даже Петрова. Вов, хотя казалось бы, он везде, а там нет. Вов, придётся тебе всё на себе тащить, ты понимаешь, не только теперь и за музыку отвечать, ещё теперь и за вообще всю линию. Твоя идеальная роль, какая она тебе видится? Вот та роль пока, которую тебе очень хотелось бы сегодня исполнить. Жанр фильма. Вот здесь, на самом деле, здесь всё просто, и если не выдумывать каких-то сверхкосмических персонажей, либо не брать уже существующих, да. Мне кажется, это такая история. Моя идеальная роль, это, наверное, здесь два момента. Во-первых, она должна мне соответствовать как человеку, а во-втором… Во-втором. А второй момент нормально, да. Во-втором моменте, да. Она, наверное, опять же, скорее всего, поскольку актёрство — это всё равно проецирование внутреннего мира на внешний, здесь должна быть и зеркалка, и совпадать с моим собственным ощущением себя самого. И то есть любой персонаж, ну, скорее всего, это должна быть, мне кажется, драма, а не комедия, ну, либо трагикомедия какая-то, вот что-то такое. Но ты всё-таки негативный персонаж или герой? Герой-любовник. Если бы был какой-нибудь персонаж, который все думают, вот сволочь, вот козёл, собственно, как обычно все думают, опираясь на мою внешность, а потом в конце фильма, понимаете, нет, всё было наоборот. Вот тот, который был хороший, он плохой, а этот, который мы думали, плохой, он хороший, мне кажется, что вот это такой очень условный набросок, эскиз, наверное, моей какой-то роли, которую я бы хотел сыграть. Ну, всё случится обязательно, конечно, всё же притягивается ещё достаточно, год только начался, поэтому ещё можно, китайский Новый год буквально только наступил. Да, 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 ещё нужно, 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 молодец. Я не останавливался на секунду. Мы сейчас прервёмся. Лучшее в стране. Программа продолжается, у нас сегодня в гостях «Негатив», а 22 февраля, если вы будете в Санкт-Петербурге, но уж если вы проживаете там, то 100% будете в клубе «Виновница» на концерте презентации альбома «Жа-Мя-Вю». Альбом, конечно, вы уже скачали или даже, вполне возможно, купили диск. Такое могло случиться, правда, да? Могло случиться, да. Потому что ты в данном случае поступил очень правильно, да, выпустил диск и, конечно, дал возможность людям скачать, заплатив за это, конечно, деньги. Ну, кстати, небольшие. Я скачала. Ну, где-то можно, наверное, найти на просторах-то необъятых интернет. Это правда, да. Это правда. Спасибо нашим временам, которые в наше время продолжаются. Мы поговорили про твою актёрскую карьеру, про твои планы актёрские. Теперь, конечно, давай про писательские. Астрологический суд, книга выпущенная. Но выпущенная, скажем так, написана она была давно. Написана была давно, потом она была немножко переделана, переписана, финальчик переписан. И детектив такой выпущен тоже ко всеобщему обозрению. Но, будучи у нас в конце прошлого года, ты проанонсировал свою следующую работу, вот за которую, ты сказал, тебе точно не будет стыдно. Из-за которой, ты уверен, тебе воздастся, и вполне возможно, она окажется даже в школьной программе. Я так говорил? Нет, ну, последнее это я уже дофантазировала. Да, прям холодный пот сейчас кинул у меня. Это я раньше так думал. Это я пока не написал тогда. Я же написал, прочитал, вдохнул. Тяжело. В самом деле написал и, в самом деле, провел авторскую редакцию. И, ну, скажем так, больше ей доволен, чем предыдущий. И она совсем другая по укладу. И классический роман по стилистике. Это не то, что это вот я написал классику живую. Ну, это уже не ты будешь решать, это уже, конечно, читатель. Но по стилистике и по жанру это классические романы, где есть один персонаж главный, и вокруг него происходит, собственно, все действие вокруг него и внутри него. Но я все-таки не удержался и добавил чуть-чуть маленьких... Там есть маленькие такие вкрапления, очень аккуратные мистики, но при этом очень бытовой и реалистичной. То есть там нет магии, там нет каких-то персонажей мистических, но есть какие-то случайности, совпадения, сны крайне странные, которые, в конце концов, ты понимаешь, что они были далеко не случайными и не все просто так. Но это такое пограничное, то есть все-таки это реализм, все-таки это классический роман по стилистике, но не удержался и немножко чудо-добое. Может, потому что всем нам, а с возрастом все больше, не хватает чудес в реальной жизни и веры в них. Друзья, конечно, мы еще погрустим с вами в ближайшее время. У нас же негатив в гостях, да? Не позитивно. Когда нам и ждать выход книги? Если уже примерно время даты выхода, если нет, то просто ждем и ждем. Я думаю, что точно в этом году, и не хотелось бы вводить заблуждение всех, назвав какое-то конкретное число. Хорошо. Будем пытаться в первой половине года, а там уж как получится. Как называться будет книга? Называться очень просто, фан-фан. Очень просто. Мы запомнили. Хорошо. Друзья, у нас пауза небольшая, оставайтесь обязательно с нами. Впереди, конечно, много интересного. Продолжается программа. У нас сегодня в гостях негатив. Интеллигентный рэп с душой. Рэп и блюз. Что все-таки, Вов, правильнее или и то, и другое верно, если говорить про твое творчество? Я бы не так, не иначе не сказал. Однако и так, и так у тебя написано в соцсетях. И то, и другое верно, да. Мы поступали абсолютно, мне кажется, справедливо и беззаносчиво, если это уместно, поскольку мы не выдумывали сами, как это назвать. То есть мы понимали, что у нас такой немножко нетипичный рэп, но назвать это немножко нетипичным рэпом немножко стыдно. И поэтому просто из тех, скажем так, вариантов, которые предлагали твои слушатели, да, мы выбрали то, что нам показалось более-менее близко. Что касается вот альбома «Жеми Вилл», нового альбома, вышедшего в Украине там осенью прошлого года, скажи, пожалуйста, больше положительных откликов, отзывов? Или есть те, которые сказали, ну нет, уже не то, вот рядом было, вот это да. Мне кажется, всегда есть такие люди, которые говорят, что бы ты ни сделал. Конечно, конечно, они заставляют держаться в тонусе. Даже если ты сделаешь все то же самое, что ты делал, они скажут… Все равно это бы не то. Да, они скажут, не, ну понятно, что на старой кобыле-то, ну что не ехать-то, а что-то новое придумать. Но я думаю, что все равно, что если взвешивать плюсы и минусы, то, наверное, 90% это плюс и 10% минус, что, на мой взгляд, неплохо. Но история с триадой закончена, она осталась в прошлом. Да, хотя поставлено, было три прощальных концерта в прошлом году, поэтому, с одной стороны, логично, три и триада, с другой, получается, троеточие поставлено. Значит, все очень-очень однозначно. Через 50 лет… Да, конечно, зачем зарекаться. Да, прихнем стариной, как бы. Потом это очень много, модно же заявлять, что все, все, уходим, никогда, потом бах, опять появились, а вот теперь точно прощальный тур. Нет, ну мы вот это прям… И так бесконечно. Мы это проговаривали, и прям несколько раз прям осознавали, что давай вот точно без всяких самый-самый-самый прощальный тур, или вот там невероятное воссоединение легендарной группы, вот как бы решили по-мужски. Решили, значит, решили. Поэтому я думаю, что этого-то точно не будет. Я очень хочу тебя расспросить про твою интернет-историю, про твою такую классную задумку с недавних пор. Ты ведешь, как это, блог, можно сказать, что это, влог. Мини-блог. Мини-блог, да. Там столько категорий, что нетрудно запутаться. Давай вместе посмотрим и послушаем одного дяденьку. Отдого дяденьку включите, нам, пожалуйста. И покажите. Это негатив выклеит и дядя Паша. Ну что, новостей, конечно, было много в текущей неделе, были важные новости. Да, но поскольку негатив выкупил... Но картинки мы не выйдем, к сожалению. Говорить про его новости, к сожалению, нас принуждают, не оставляют на выбор никакого. Телебом, телебом вышел у Аван альбом. Можно скачать, послушать. Кто-то говорит, что много в Аван запел, но тут дело такое, петь не запретишь. Кто-то говорит, что много блюда. Кто-то говорит, что вообще начался голимый шансон. Вот тут бы я попросил. Шансон это не голимый. Это наше родное русское. Дай там шансона, честно. Ладно, а то еще услышать будет, обижаться. Короче, слушайте альбом. Этот, жамыву, качайте. Ну такое. Ну очень душевно. Душевно. Кто это? Познакомьтесь, пожалуйста, поближе. Это дядя Паша. Это дядя Паша. Да, там простая задумка. Ну, условно, четыре недели в месяц существует. И существует четыре персонажа разных. Они появляются по воскресеньям. По воскресеньям, да. И они как-то высказывают свое мнение насчет той самой главной новости, ну, по их мнению, которая случилась за прошедшую неделю. То есть все очень просто, понятно. Дядя Паша, есть Серега. Дядя Паша, это Хан Игода. Серега, это простой парень. Он трудяга, у него до трое детей, ипотека. Хороший парень, так. Ему нелегко. Так. Но он хороший парень, он старается. Кто еще два? Костянь Амин Кондратьевич. Ну, он искусствовед, библиотекарь. Ну, так сложилось как бы. Прекрасно. Потому что в журналистике все куплено. Он по образованию журналист. Вот. И он недоценен. Есть Костян? Давайте Костяна посмотрим, если ты не против. Давайте. Давайте посмотрим, да. Костяна, послушаем его заодно. Вы нам просто только... Костянь Амин Кондратьевич, это Костян, это негатив Викли. И я хотел бы на этой неделе обсудить с вами фильм «Богемская рапсодия». Начнем с того, что правильно было бы в русском языке мы так говорим. Все-таки «Богемная рапсодия», да? Ну, как назвали, так назвали, ладно. Я не понимаю всего того хейта, который дается на этот фильм. Кто-то даже умудрился пойти, несмотря на значок 18+. Несмотря даже на то, что многие, даже если не были поклонниками группы Queen, слышали слухи о том, что Фредди не был традиционален, да, в пристрастиях. И слышали слухи, о чем он умер. И удивлялись, что, оказывается, он целовался с мужиками. Кайфовая актерская игра, кайфовая режиссерская работа. Снята все за пять копеек по голливудским меркам. Потратьте свое бабло, сходите. Кайфовое музыкальное кино. Мне кажется, это совершенно уникальная реклама фильма, и подобного мир не видел точно. Ну, такая нетипичная. Совершенно нетипичная история. Так, ну скажи, пожалуйста, я так понимаю, что ты сам являешься режиссером, постановщиком, сценаристом. Коператором, даже сценаристом. Продюсером, соответственно, и так далее и тому подобное. То есть новость тоже ты выбираешь? Или есть некая команда, которая говорит, не-не-не, подожди, а на этой неделе вот это вот точно хайпанем сейчас? Ну, бывает что-то, что я сразу цепляю информационном потоке, что меня задевает, как было с фильмом. Ну, просто, правда, когда читаешь какие-то отзывы, и кто-то говорит, представляете, я пришел с ребенком, а он там целуется с мужиком. Конечно. Ну, и да, и меня это покоробило, поразило. Думаю, а чего ты вообще ждал, когда ты шел на фильм-биографию по Фредди Меркери? Вот, поэтому есть какие-то новости, которые сразу цепляются, и понятно, что твое, и ты будешь работать. Бывает такое, что, ну, либо занятость плотная, большая, и я не слежу. Тогда в повторе выпуск идет или как? Вот то, что показывали, ну, да. А так обычно, ну, вот, к концу подходит неделя, и в воскресенье что-то такое снимается. Вот. Если я упускаю, у меня есть замечательная помощница, ваша тезка Александра. Конечно. И Саша мониторит, накидывает мне новости, мы с ней разбираем, смотрим, какая будет интересная для конкретного персонажа. Четыре персонажа. Планируешь ли ты расширять эту семью творческую, так? Не планирую пока. Пока что нет. Будет очень сложное у нас взаимоотношение с этим проектом, поскольку хотелось бы, к слову, об актерской игре, хотелось бы делать шире и ярче, но не позволяет формат в том плане, что обсуждение новости есть обсуждение новости. И раз я сам предложил этих персонажей, они такие, какие есть, и сейчас кого-то делать, там, одного холерика, другого, наоборот, флегматиком, ну, это глупо и бессмысленно. Опять же, формат минутный, который сковывает немножко. То есть ты не можешь в полной мере показать отношения, обыграть. Ты не покажешь какого-то, там, нет условной сценической задачи у этого персонажа. И ты, разумеется, не покажешь... Он опять заморачивается. Вы слышите, какой? Ты не покажешь внутренний конфликт. Ну, типа, какой может быть внутренний конфликт, да, там, вот там, ну, у тебя, допустим, новость прикольная, взорвался там завод с колбасой. Ну, какой может быть внутренний конфликт у твоего персонажа по поводу этой новости? Вот. Поэтому сложно сказать, что планируется в отношении этого проекта дальше, но мы думаем над этим постоянно. Ну, мне кажется, это очень интересная история. И, конечно, хочется, чтобы она нашла своего зрителя, чтобы зритель рос, рос, множился, множился. Ну и вполне возможно, может быть, поедут через какое-то время женские персонажи. Ну, кстати, да, как вариант. Ну, конечно, надо, а как без женщин? Я не понимаю. Я знаю, что у нас сегодня есть возможность послушать тебя живьём, что называется. Ну, что мы услышим? Порадуй, пожалуйста, своих зрителей и слушателей. Одна песенка — это, как ты говорила, классика, практически классика, да. Ты как раз старая добрая триада и нежный омут, и эта песня, с которой началась история, ну, расширения, скажем так, популярности группы. А вторая, она как раз с альбома «Жеме Вью», это песня «Если нет, уйти назад», которая как раз саундтрек тому самому фильму. И эта песня, между прочим, и клип, который у нас в хит-параде, хит-страны весело очень-очень долгое время, в том числе и на лидирующих позициях. Значит, с чего начнём? С омута или с… С омута. Давай, хорошо. С нежного. Нет. С нежный. Негатив у нас сегодня в программе «Лучшее в стране». Опусти меня из омута глаз твоих, мир слишком десен для нас двоих, не могу так ненавидеть и любить. До морозы лютые, то жар в груди. Отпусти меня из омута глаз твоих, мир слишком десен для нас двоих. Не могу так ненавидеть и любить. До морозы лютые, то жар в груди. Когда падаешь, но чувствуешь, что взлетаешь, когда замерзаешь, но в груди пожары, знаешь, когда дождь не оставляет сухого места, но ты ждёшь, когда она выйдет из подъезда, когда по СМС приходит жирная точка. Поздно, точно, ты не можешь спать ночью, и по себе от случайных встреч и взгляд. Этот мой медленный яд, я как пленник света, когда твои чары для кого-то просто смех. Глубина глаз или золото волос, мне не нужно слёз твоих, ни у двери, ни натомкнуться провода. Верь мне, ты моя истерика, и мне других не надо. Когда забыть хочу, недостаточно лишь слова, но я молчу. Снова под окнами бродить, словно случайно устал я, устал от любви и отчаяния. Отпусти меня из омута глаз твоих, мир слишком дейстен для нас твоих. Не могу так ненавидеть и любить, то морозы лютые, то жар в груди. Отпусти меня из омута глаз твоих, мир слишком дейстен для нас двоих. Не могу так ненавидеть и любить, то морозы лютые, то жар в груди. Мы обрезали друг другу крылья, задыхались от воли и бессилия, так стараясь страсть унять страшную, стать настоящим, единым, целым и неделимым. Где нам от страданий? Кровь стыла в венах, не опостырила. Это пустыня, это постель, слова, прости, пустынь, как и ты сама. Отпусти меня, кричу, отпусти. Презирая простыни, питавшие лоск волос твоих. Господи, твой голос, нежный сотню ласк и вызывавший слез море. Горе мне и тебе, горе. Стали спорить, строить сердец пристанище. Это не любое, вслышишь, честилище. То ли тонем мы стеная, стонущая души, разрывая, обожаемая. То ли улетаем. Отпусти меня из ума до глаз твоих. Мир слишком десен для нас двоих. Не могу так ненавидеть и любить. То морозы люты, то жар в груди. Отпусти меня из ума до глаз твоих. Мир слишком десен для нас двоих. Не могу так ненавидеть и любить. То морозы люты, то жар в груди. Отпусти меня из ума до глаз твоих. Я не могу так ненавидеть и любить. То морозы люты, то жар в груди. Негатив. Программа «Лучшая стране», «Страна ФМ». Спасибо огромное, Лав, спасибо. Спасибо тебе. Послушали классику. Спасибо. Ну, а знаю, что у тебя завершилась съёмка на одну из новых песен. Съёмка клипа. Есть такое дело. Расскажи, пожалуйста, потому что ту фотографию, которую ты у себя в Инстаграме выложил, ну, она такая, там что-то и огнище, там что-то всё такое. Как обычно, мы не могли, чтобы всё было просто и понятно. Да. Да, это клип на трек «Всё равно», клип уже снят, сейчас находится в стадии монтажа. И задумка такова, то есть сообразно сюжету песни, да, в песне молодой человек встречается с бывшей девушкой, и встреча проходит для него крайне тяжело, и мы понимаем, что и расставание с этой девушкой было тяжёлым, но внешне он говорит, слушай, для меня как бы вообще всё нормально, всё равно, может, не показываешь, что там у тебя за парень новый, ну, вообще как бы наплевать, всё хорошо у меня. То есть мне всё равно уже давно. Но при этом есть определённые моменты, есть срывы, да, и всплески, когда мы понимаем, что ему совсем не всё равно. Что там вулкан страстей. Да, и поэтому, с одной стороны, это впервые, наверное, среди всех моих клипах, даже если самые давние, появилась задумка у режиссёра, и мы воплотили, мы поставили танец, там есть эпизод… Могли ли вы когда-нибудь подумать, поклонники, негативы, что начнутся танцы? Есть эпизод, где, видимо, Саша Шаров, режиссёр, посчитал, что слишком скуп язык музыки и слов, чтобы передать все эмоции, нужен танец, это обязательно должно быть… Ну, такое модерн-танго, наверное, то есть не классическая танго. Ну, это очень круто. С переломами, да. А второй момент сюжетный, это помимо классической истории, которая идёт душа в душу с песней, то есть встреча в баре, разговор, такое напускное равнодушие, вот. Есть история с проваливанием меня в мой условный, там, мой личный внутренний ад, то есть в то самое место, где мне не всё равно. И там присутствует та же самая девушка, тот же самый стол, те же самые разговоры, но только параллельно вокруг всё горит, пылает, находится в огне. Там какие-то безумные, сумасшедшие, злые клоуны, грубо говоря, тараканы в моей голове, да. Не, ну никто не ждал от тебя, собственно, что там мишки будут и одуванчики какие-то, да. Мишки, которые шкребут, хотя в клип невесомость, казалось, вот были одуванчики. Вот, и с большим трудом, прилагая немалую усилию воли, опять возвращаюсь в этот мир, где есть я и девушка, и всё хорошо и спокойно. Ну, собственно, такая история… Краткое содержание нового клипа, теперь ждём премьеры, конечно, которая обязательно состоится в эфире телерадиоканала «Страна.ФМ». Скажи, дорого ли вошёлся он тебе? Или так, история за три копейки с друзьями? С личными переживаниями и работы дорого, да. А так, это коммерческая тайна. Секрет фирмы? Хорошо. Про сложности, да. У нас первый день съёмочный был очень лёгким. Это была дневная смена в баре, мы пили кофе, болтали и снимали как раз болтовню и распитие кофе. Было несложно. А вот вторая, там как раз была ночная, ну, с пяти вечера до упора, всеночный пролёт, в небольшом ангаре. И там были специальные ребята пиротехники. И мы за ночь сожгли в небольшом, нужно добавить практически непроветриваемом. И за ночь ребята сожгли больше пятидесяти литров солярки. И, соответственно, после каждого дубля тебе, ну, гример убирал копоть с лица и выдавал тебе две влажных салфетки. После каждого дубля белые салфетки становились чёрными. Вот, мы выходили, у нас была передышка, мы ждали, пока хоть что-то улетит из дыма. И снимали новые дубли и новые дубли. При этом была ночь, и ангар неотапливаемый, было очень холодно. Работали мы без верхней одежды. Мы не ищем лёгких путей, называется эта история. Да, ты заходишь в кадр, у тебя зуб на зуб не попадает, потому что где-то, ну, там, плюс три или около того, а ты в рубашечке. Ты же должен ещё показать, что тебе, как бы, ну, вообще нормально. А потом всё вокруг полыхает, тебе становится там на мгновение, на две минуты очень жарко и очень душно. И потом ты такой вот весь распаренный и запыхиваешься, выбегаешь опять на улицу, где снова плюс три. В общем, было нелегко, но тем интереснее. Тем интереснее. И когда уже мы сможем окунуться в эту историю, не из твоих слов, а увидим её в настоящее? Я думаю, что мы всё сделаем возможное и невозможное, чтобы в феврале и я, и вы посмотрели. Сегодня уже февраля начало, так что осталось ждать совсем недолго. Дождитесь вы, пожалуйста, нашего возвращения в эфир очень скоро. Лучшие в стране. На телерадиоканале «Страна.ФМ» Ведущая Александра Хайрулина. У нас в гостях сегодня негатив. 22 февраля в Санкт-Петербурге у вас есть возможность попасть на концерт. Это будет презентация альбома. Ох, жми вью. Сложно отдаётся. Ну, если только учили французский, то хорошо. Хорошо. А так, может быть, и не сразу всё случится. Как нам обещает Владимир Афанасьев на концерте, у негатива будут и известные питерские медийные персоны, среди которых артисты, я так предлагаю, тоже будут музыканты, коллеги по цеху. Вполне возможно, будет Сергей Шнуров. Конечно, не анонсирую, но предполагаю, что раз вы дружите. А тем более, ты недавно признался в соцсетях, что ты придумал песню про Шнурова в стиле Шнурова. Решил её, правда, не записывать. Песня безобидная, но вот хорошего человека можно обидеть ненароком. Но она условно безобидная. Я могу процитировать припев. Он простой по-шнуровски. Давай. Да, звучит она так. Мама, я хочу жениться на Свердуловской советской левице. Поэтому обидеться-то можно было, да, на самом деле. Это самые приличные две строчки из этой песни. А всё остальное как раз... В куплетах там, да. Ну и доколе ты будешь хранить этот шедевр? Где-то, я не знаю, в демках. Это как раз то, как мы работаем. Да нет, ну в смысле, чем больше есть нереализованных идей, тем больше появляется идей новых. И тем больше появляется желание реализовать новые идеи. Поэтому будут другие песни и лучше их запишем и напишем. Ох, если бы каждый артист вот так вот думал, или блогер даже, там, не знаю, возьмём человека известного, любого, о том, как он кого-то обидит. Ведь все стараются хипануть на этом, на том, чтобы задеть, обидеть. Да пусть стараются. Ты какой-то совершенно невозможный, интеллигентный человек просто. Это невозможность. Просто это невозможность. Вот о чём с тобой говорить, не знаю. Придётся про рыбалку поговорить с тобой, потому что её ты очень, очень, очень любишь. И не скрывай, пожалуйста, это так. Недавний твой пост тому подтверждение, где ты, рыба, вот эта эмоция на лице. И там вот такая куча благодарностей. Кто первый раз дал удочку в руки, кто вообще куда пригласил, позвал. Ну, давай так, какая любимая у тебя ловля? Что там, не знаю. Ну, только спиннинг. Спиннинг? Только спиннинг, только, да, хищник. Троллинг. Только искусственные приманки. Нет, ни в коем разе. Джига. Ну, троллинг, я не знаю, я в курсе ли ты, я тебе объясню. Троллинг нужен тем, кто пьёт. Так, кстати, ещё одна песня можно. Вполне срежь, что русская. Троллинг нужен тем, кто пьёт, да. Это вот всё-таки шансон уже. Вы правы были те, кто говорили, что ты уже туда-туда, да? Это, наверное, много лет с собой накануне. Потому что это следующая история. То есть ты сидишь в катере в удобном кресле, выбрасываешь, ну, то есть спиннинг здесь, выбрасываешь приманку туда и пьёшь. И ждёшь, пока, ну, как бы, и катер плывёт потихонечку, и ты ждёшь, пока кто-нибудь на ту твою приманку плюнет. То есть ты не делаешь ничего, по-своему. Ну, в общем, да. Мне сложнее, поскольку я не пью, мне сложнее рыбачить, и мне приходится искать, самому что-то выдумывать, перебирать разные варианты, наживки пробовать и так далее. Ну, хорошо, а удочка, а вот сейчас зимняя рыбалка, тебя можно где-нибудь на опрорубе застать? Нет, я, к сожалению, не понимаю. Не понимаешь? Да. Хорошо, давай, ну, давай, как рыбак рыбаку, как у тебя самая большая рыба была? Самая большая, на самом деле, не очень большая, там чуть больше 8 килограмм. Возьмите крупным планом, пожалуйста, оператор, возьмите! Чуть больше 8 килограмм. Надо показать, как рыбаки же показывают. Показать? Вот, наверное. Ого-го! Ну, я скажу, что ого-го, может быть, кто-то из наших зрителей скажет, да фигня, я в два раза больше такого! И кто это был? Щука. Щучка. Да. А что из рыбы потом делается? Выпускается на волю или нет-нет? Иногда все-таки котлетки какие-то, щучьи или что-то еще? В обязательном порядке, ну, всегда и никогда это плохие слова, но в обязательном порядке, в том смысле, что я себя обязываю и те, кто со мной на рыбалке выпускают все время, потому что, ну, во-первых, просто по-человечески жалко, как бы это ни звучало, хотя сейчас много, да, там есть вегетарианцев-феганов, которые меня поймут и скажут, да, вот, надо же жалеть, вот, потому что все равно есть ощущение… Тебе же надо семью еще кормить, помимо того, что надо жалеть. Для этого есть песни, есть роли, есть книжки. Вот. А второй момент, в очень… Ну, то есть была пауза, наверное, там, с конца 80-х, когда никто не занимался вообще ни контролем, ни уходом за природными рыбными ресурсами. То есть если раньше были рыбные колхозы, совхозы, были люди, которые контролировали, потом, ну, это получается уже без малого, да, там, 30-летие просто катастрофического истребления, да, там, поголовье рыбы везде и всюду без компенсации. И, ну, то есть если еще я буду брать, понятно, что бывают случаи… Какая хорошая, извини, что перебиваю, история для предвыборной кампании. Да, да, кстати. Какой-то я прямо сейчас тебя увидела, да. Ставьте меня, поэтому именно я должен быть министром, да. Да. Здесь сельское хозяйство, я не знаю, отдельно есть, наверное? Да, 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 про рыболовное, да, есть. Просто в Союзском Союзе был министр, да, там, рыболовный. Вот. Продолжи, пожалуйста. Да, и, ну, меня в самом деле тревожит, те переживают на этот счет, и я не считаю возможным забирать рыбу. Бывают случаи, когда… Ну, то есть бывает такое, что ты ловишь, грубо говоря, там в браконьерскую сеть, и там уже мертвая рыба, и ты там сеть порезал, выбросил, и… Ну, рыбу, которая прям сильно мертвой отпускаешь. Бывает, что рыба травмируется, ну, несовместима с жизнью, грубо говоря. Но это не так, что, типа… Слушай, ну, это, наверное, тоже несовместимо, и это несовместимо. Но бывает такое, когда там приманка искусственная, она с крючками, и когда прям заваливается, ну… Когда жадно съедает, и уже, ну, ты понимаешь, что ты достал, она уже бездыханная, скажем так. Вот. Но это случается, на самом деле, там, в руку носится раз в год, раз в полтора года. А всех остальных случаях я отпускаю без исключения. Удивительный еще и рыбак плюс ко всему. Скажи, пожалуйста, ну, вот все-таки на рыбалке это больше разговоры с друзьями своими, товарищами, или… Нет-нет, все-таки какой-то пикничок, и, возможно, песню костерка какие-то периодически. Если да, то какие? Скажи нам, пожалуйста. Совсем не бард по укладу, почему-то мы ходили там еще и в школе, и в университете были попытки запоходить меня и привлечь к туризму. Мне не нравится эта штука, я не знаю почему. То есть ты вот все слотки там на пикничок, а ты сразу пью домой. Да-нет, у меня как раз такие в большинстве своем друзья не пьющие. Ну, то есть рыбалка для меня либо отдых и переключение с одного вида деятельности на другой, потому что рыбалка на хищника — это еще и математика, это и анализ. Тебе нужно посчитать, понять, перекинуть, где рыба стоит, что она хочет сейчас там получить, почему она здесь, почему она не была там. Какое у нее настроение, самочувствие, да, почему. Да-да-да. Вот, ну, в самом деле какая активность. Да, если друзья, то обязательно поговорить о чем-то личном сокровенном, потому что, ну, я думаю, что сейчас меня рыбаки поймут, потому что на воде разговаривается по-другому, и в этом плане рыбалка — это как разведка, тогда не возьмешь стороннего человека. То есть бывает такое, что вот, ну, где-то вы выходите в общей компании, приезжаете, и ты едешь с незнакомым человеком, который тебе в общем и целом неприятен. И тогда, ну, вся рыбалка коту под хвост, и ничего хорошего не будет. То есть это в некотором, ну, то есть ты либо с другом, на рыбалке, либо как бы лучше не выходить. И очень здорово еще и побыть самому, поскольку когда ты приезжаешь именно один, как только у тебя голова устает, да, там, от математики, от арифметики, от считалки по поводу того, там, тактики, техники, ловли, ты начинаешь просто созерцать и дышать природой, окружающим, окружающим миром. Да, ты отдыхаешь, и у меня еще папа художник, и ему очень нравится, в принципе, русская классическая школа, да, там, пейзажей, и я с ним рос, и то есть я могу просто там вот рыбачить, рыбачить, потом просто 20 минут сесть и смотреть, потому что красиво Ивушка к воде клонится и очень сильно умеряет. И кружочки на воде очень тоже красивые. То есть это еще и отдых созерцательный, и, ну, все в одном. Ты вот несколько раз уже сказал о том, что ты не пьешь, категорически друзья твои тоже не пьют, это, конечно, здорово, это похвально, страна ФМ, это так. Пьет, это, ну, в смысле, ну, я не пьющий человек, есть люди, которые вот прям пьют. Выпивающий, но не злоупотребляющий, да? Иногда кое-что выпивающий, да. Кое-что по большим праздникам. Ну, все, просто езжи тоже мне не езжи, а совсем нет, значит, это тоже неспроста, либо какая-то там завязка должна была произойти по какой-то причине. Ну, известно, что хуже, совсем нет, либо слишком, да. Ну, об этом мы подробнее поговорим в следующий раз, когда ты к нам придешь. Другой программ, на другой рубрике. Другой рубрике. Нет, на нашем канале. Мы уже знаем, что ты станешь героем нашей программы охоты и рыбалка, и, конечно... Ну, я бы с удовольствием и с ним попросить. Вот, ну и, конечно, отдельная история тоже антиалкогольной. Давай мы сейчас послушаем песню, ту самую, которую уже анонсировали, которую все очень любят, которую тоже уже можно назвать классикой. Давайте. Эй, в этом мире ты один на один самим сябой, Путоуле проблем, разворошил и папе там рой, И натянутые нервы гитарной струной, Тугой, ты знаешь, и мне говорили столько раз, Мол, еще подожди. Я ждал ясно под небо, но снова дожди. Все бегут, оголдело, тунда, где вожди, Таков наглый наш мир. И если нет пути назад, Только пропасть впереди, Просто сделай один шаг, И закрыв свои глаза, Расправ крылья и лети. Где же вы все, когда нужны мне, Голоса хрип от крика на душе ливни, От тоски твоей невыразимо сильной, Придавлен плитой об ответа, Что ты мне? Мы все по грязь, либо лжи, Строим замки из грязи в умах миражи, Из-за любой пустяк на ножи, Отговорка одна, мол, простак, это жизнь. На районе тонем посреди высоток, Равнодушные глазницы, Много оких окон, Каждый на районе из тех волокон, С окна, что сплетают в парадной, Долб и одиноких. Для вас одно важное слово должен, Мне нет нужды внизу с вами ползать, Меня тянула вниз камнем гордость, Но разверзлась пропасть. И если нет пути назад, Только пропасть впереди, Просто сделай один шаг, И закрыв свои глаза, Расправ крылья и лети. Разправ крылья и лети, Разправ крылья, Разправ крылья. Эй, в этом мире ты один на один С самим собой, Ты слышишь, эй, В этом мире ты один на один С самим. Негатив. Страна FM лучшая в стране, И 22 февраля в Санкт-Петербурге В плове «Виновница». Презентация альбома «Жеми вилл», Приходите обязательно, Билеты. Ну, я думаю, что вы знаете, Где билеты можно взять, Вов? Где билеты, где? Расскажи, пожалуйста, где в Пили? А билеты есть на официальном сайте, Например, есть в группе ВКонтакте, Можно и в Инстаграме найти ссылочку, И на кассиру зайти и купить, В общем, надо быть очень ленивым человеком, Просто, чтобы не справиться С находкой билетов на концерт. Так я их сам разводил просто, Поэтому я знаю всем. Молодец, видно, Ты ко всему очень серьезно Обстоятельно подходишь, И в распространении билетов, Разумеется, тоже. Вов, дорогой, ну скажи мне, пожалуйста, Ну, что же заставило тебя Не так давно написать Вот такой огромнейший пост, Даже не хватило одной страницы, Пришло все это переносить. Претензии от твоих поклонников, Я не знаю, или от хейтеров, Что ты пишешь «Родной Питер», Что, дескать, никакой у тебя не Питер, Ага, понаехали тут разные, Теперь уже родной, Что это такое? Скажи, прям мучают и по сей день, что ли? Что это такое вообще? Ну, как-то долго, Не то, чтобы я прям вот мучился и терзался. И кто это, питерцы или это краснодарский край? Да нет, петербуржцы, Это как раз ничего такого не пишут, Они наоборот, типа, О, классно, что приехал в Аван. А вот как раз да, Краснодар и Кубань, в общем, в целом... Простить не могут! То есть в течение, да, в течение года, наверное, потихонечку кап, кап, кап. Не то, чтобы я прям, ну, оборачивался и там... Меня это заводило, А потом просто как-то в один прекрасный момент после очередного кап. Накопилось. Я думаю, да, я... Ну, да нет, да там не было какого-то... Я думаю, что у меня не было злости и агрессии. Просто я захотел объяснить свою точку зрения. Почему я считаю, что я вправе называть Петербург родным? Почему я считаю, что я не предал свои чувства, эмоции, да, там, и малую родину и так далее и тому подобное? То есть как бы я не был... Агрессия была в том, что я как раз озвучил и процитировал эту точку зрения. Вот и всё. А дальше я же спокойно рассказывал. Ну, это все ваши кумиры вам врут, они настолько с улицы, что как не включишь первый канал, тут и он. Другой настолько алкоголик, что не пьёт. Третий всё протестует, но не протестует со страниц. Но протестуют со страниц Esquire и GQ. Четвёртый настолько образованный, что двух слов не может связать без мата, только я тут паричом. Ну, в общем, вот здесь всё чётко подмечено, наверное, мне кажется. Ну, да, нет, вот здесь сейчас, да, поймали за руками. Нет, ну я же негатив, я же поэтому, ну... Просто у меня было такое, что у меня есть добрые мысли и светлые. Но я стараюсь держать их при себе, потому что... Потому что мир настолько добрый и светлый, что действительно... Что этого и так достаточно. Нет, потому что были моменты, когда я пытался делиться чем-то добрым и светлым, но люди, видимо, читая вывеску «Негатив» и заходя в заведение под вывеской «Негатив», они так сильно удивляются, что, ну, на всякие, ну, прям вот добрые, лёгкие, светлые какие-то мысли и высказывания говорят, «Не, братан, не, ну ты, конечно, а чё, эмо, братан, стал с возрастом читать». Поэтому я доброе, светлое отдаю родным и близким, окружающим меня, людям, а уже в сети что льётся, то льётся. — Вов, ну я ещё хочу спросить у тебя, как твои девочки, супруга и дочка в Петербурге проживают? Скажи, как, Алисе, в школе удалось наладить контакт с социумом, поскольку у тебя, ты нам лично рассказывал, в школьные времена было много сложностей, взаимоотношений. — Было сложно, да. — Ну, за что мы говорим спасибо даже тем школьным временам, потому что ты много читал, ты много занимался самообразованием и так далее. — Алиса, попроще в этом смысле? Я имею в виду в плане налаживания контакта с окружающим миром. — Ну, слава богу, всё хорошо, да. Не то чтобы я расхваливал Петербург, но я думаю, что и место тоже повлияло. Всё хорошо, она ладит с одноклассниками и учиться стало лучше. И, мало того, ещё школа такая очень активная в том плане, что масса выездных воспитательно-культурных, педагогических у них программ, то есть они то ездят, там, берут интервью у космонавтов, то ездят, общаются с актёрами и актрисами. И выезжали там большим лагерем в Королёв сюда ездили, из разных классов ребята, именно из школы. И ездили в лагерь в Карелию, и она с массой, в том числе старшеклассников, подружилась. И теперь у них там общая движуха, то есть и в рамках класса, и за пределами, и ей безумно нравится, и хорошо. Да я же и переезжал, потому что меня как раз в первую очередь, потому что меня жена с дочкой туда тащили последние 7 лет, поэтому у них-то всё хорошо, им-то всё нравится. А недавно этого хотели, конечно, и стремились к этому, надо сказать. Что касается Алисы, она занимается активно вокалом с педагогом, и я надеюсь, что, даст Бог, на следующем альбоме будет совместный трек. Ну, конечно, 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 совместный. И когда папа в состоянии, талантливо может написать песню, я думаю, что ты это тоже сделаешь. Серёжа Трофимов, кстати, недавно написал песню для своей дочки, сняли клип. Совсем другой. Автор Сергей Трофимов, но песня девичья, детская. Ты же справишься? Сложно, конечно. Конечно, это же нужно. Сколько сейчас Алисе? 12. 12, вот представь. Вот примерно у них одинаковый возраст с дочкой Трофимова. Это же нужно прям залезть в шкурку и представить. Но опять-таки, хорошая задача для актёра. Хорошо, отговорила. Для актёра это классная тренировка будет. Ну, может быть, возможно. Спасибо тебе огромное за нашу встречу. Спасибо тебе большое. У нас время заканчивается, к сожалению. Негатив, друзья. 22 февраля. Давай ещё раз позовём всех на концерт. 22 февраля. Виновница презентации нового альбома «Виновьи» и все старые любимые хиты. Мы в этом году ждём книгу, классический роман, фан-фан. Мы ждём очень скоро клип на песню «Всё равно». Мы ждём очень скоро альбом новый. Сериал «Патриот» на ТНТ. Ну, хорошо, да. Ждём сериал и, конечно, новых выпусков, но интересных твоего блога в Инстаграме. Спасибо. И вообще всяческих тебе творческих успехов, правда. Спасибо. Очень уважаем, любим, ценим, следим, посматриваем. Приходи к нам почаще. Спасибо большое. Негатив. Страна ФМ. Спасибо и вам за внимание.